Привет! Сегодня обзор автомобиля, который является конкурентом Альфарда, Эль Гранда, Велфайра. Но я ни разу его не видел в России, даже живя в Владивостоке, где концентрация машин из Японии зашкаливает. И это Хонда Элизион. Встречайте! Хонда, когда выводила этот автомобиль на рынок, они его противопоставляли минивенам большим люксовым от Тойоты, Альфарда и Велфайр. Но продажи не задались. Этот автомобиль выпускался с 2004 года по 2013 год. И в итоге эта модель ушла в историю. И в этом видео нам надо разобраться, где Хонда сделала ошибку, почему такой вроде с виду очень стильный, очень качественный большой минивен ушел в прошлое. Давайте разберемся. Дизайн этого автомобиля, он очень необычный для минивена, который еще позиционируется как семейный минивен. Здесь много агрессии. И Хонда, наверное, не хотели делать похожую модель на Альфард. И они сделали внешний агрессивный дизайн. Мне нравится. Мне нравятся ручки, как сделаны задние двери и передние двери. Они сделаны одним блоком. Мне нравятся вообще все черты. Мне нравится темная стойка, очень стильно выглядит. Мне нравятся уши. Мне нравится практически все. Ну, а если посмотреть на переднюю часть, она устарела. Фара устаревшая. Вот эта большая желтая полоса поворотника устарела. Бампер устарел. Решетка нормально. Фара и бампер. Это выдает все-таки старость этого автомобиля. Моральную старость. Обратите внимание на высоту кузова. 184,5 сантиметра. На полсантиметра ниже меня. Ну, достаточно высоко. Но чуть-чуть пониже Альфарда. Широкие стопы. Высокие, широкие. Это уже тоже, ну, как бы дизайн из прошлого. Сейчас все делают, в основном, это вертикальные какие-то стоп-сигналы. Это делает Delica D5. Это делают Honda Stepwagon сейчас. Ну, такие более новые веяния дизайна. Voxi, Nochi. Альфарды и Willfire делают стопы поменьше. То есть, это немножечко тоже прошлое. Дизайн подустарел. Под капотом у нас мотор 2,4, 160 сил. Маркировка мотора К24А. В паре с пятиступенчатым автоматом. Этот мотор шел еще на CR-V, на аккордах. И до сих пор он ставился на Одиссее. Сейчас Одиссей перешел на двухлитровый мотор LFA, который идет в аккордах до, там, 14-й год, 15-й год Одиссее. Тот же самый мотор шел. Автомобиль, кстати, вообще в целом в очень хорошем состоянии. Что по салону, что по кузову. Ну, и даже по подкапотному пространству не в земле. Какие элезионы бывали? Как у нас. 2,4 мотор, передний привод 160 сил. Точно такой же мотор, только полный привод. Также 160 сил. Есть трехлитровый мотор на 250 сил. Там уже мотор G30A. Также есть передний привод и полный привод. Те же самые 250 сил. Но самое интересное дальше. Дальше идет мотор 3,5 литра. И там уже 279 лошадей. Также передний привод, полный привод. И самые царские версии. Это трехлитровый мотор. 300 лошадей. Передний привод, либо полный привод. В общем, Honda куражилась, как могла. Моторы эти стояли также на Легендах, на Inspire, на Acura MDX. В общем, эта машина была интересная. И сейчас мы еще посмотрим салон. Там вся соль этой машины. Начиная разговор о салоне, я вам хочу показать одну фишку. Которой мне не хватает вообще в Toyota. И эта фишка покажет отношения Honda, когда они конструировали салон. Чтобы люди здесь чувствовали себя очень комфортно. Смотрите, как открывается эта полочка. В Toyota она просто вот. Раз, два, закрылась треском. Раз, два. Здесь ты открываешь ее. Она вот здесь вот мягко, сама чуть-чуть. Пружинка ее доводит. Ты закрываешь ее. И она не с треском, как в Toyota в Crown. Она просто закрывается вот так вот. Вот так вот ее закрываешь. Здесь это отношения Honda. Ну, в общем, что? Салон, на первый взгляд, он устарел. Немного как-то вот этот вот цвет под дерево сделанный, немного не то. Конечно, был бы он сейчас какой-нибудь под какой-то, не знаю, мрамор. Какие-то темные цвета, машина бы смотрелась бы по-другому. Ну, что? Это, грубо говоря, седьмой, восьмой, девятый год, в общем. Тогда строили машины по-другому. И немножечко у японцев визуал, вкусы были тоже другие. Но здесь все дело в мелочах. То есть, уже кнопки в 2009 году, они здесь были очень крутые. Нажатие кнопок, но магическое. Кнопочки. Подогрев дворника. Раздельный климат. Кругляши вот такие, которые настраивают температуру. Джойстик управления навигацией. Всякие вот HDD диск сюда же. Подстаканники. Пепельница есть еще. Ну, сейчас уже вообще нету нигде пепельницы. Подлокотник. Интересно. Какая-то пульта. Ну, тут мультимедиа и вообще очень много. Селектор тоже сделан. Хоть тоже устарело выглядит, но он качественно выглядит. Как здесь выглядит приборка. Она немножечко такая из нескольких слоев. Голубая подсветка где-то в глубине. В общем, я даже до конца не понимаю, как она сделана. Но выглядит очень интересно. Для 2009 года. Тойоте в сегменте новых Voxy им вообще только поучиться. И, кстати, очень крутая идея. Бардачок отделан полностью бархатом. У меня в Тойоте справа такой маленький отсек. Он у меня отделан бархатом. Чтобы кинуть туда мелочи, она не дребезжала. Здесь полностью весь бардачок бархатный. Эта машина, это как Хонда легенда. Это очень качественно. Но просто это легенда в кузове минивэна. Люксового минивэна. Второй ряд сидений. Ну, тут тоже, да, капитанские кресла. Единственное, то, что мне нравится, у них сделана... Где-то сидишь часть, она пошире сделана. Тоже кожа комбинированная. То есть посередине ты вообще не катаешься. Вот эта тряпка, вот эта, вообще не скользишь. Подлокотники, есть туннель для пассажиров, кто на третьем ряду сидит. Можешь держаться за ручку, кстати, тоже, да, для Тойоты. В Краунах делали, а в Альфардах не делают. Я бы еще бы, наверное, хотел бы здесь какой-то столик для работы. Ну, воздуховоды, лампочки. Печка вторая. Там кому-то жарко, кому-то холодно. Все, тут каждый сам по себе магнитофон. Ну, наверное, в России будет работать. Закачаешь какие-то мультики, диск с мультиками вставил. Все, там дети едут, смотрят какие-то мультики. В общем, очень качественно. Двери сделаны тоже. Много тряпки, двери тяжелые. Прям шумоизоляция. Есть подстаканники. Есть... Есть ниша целая. Там можно кошелек, телефон убрать. Там, что хочешь. Вот такая вот полка. Даже очень глубокая. Можно тоже положить, там, не знаю, какие-то тоже игрушки. Там, либо, ну, в общем, кто с какой целью использует. Кто в семью, кто для бизнеса. В общем, такой... В общем, очень интересно сделано. Ну, соответственно, двери на электроприводах. Буквально одно движение. Дверь закрылась. Опускается стекло полностью. Травичок. Очень качественный. Третий ряд сидений. Как и весь автомобиль, здесь просто по-царски. У тебя есть воздуховоды. Третьей печки, правда, нет. Единственный минус третьего ряда. Есть лампочки, есть ручка. У тебя прорезиненный подстаканник. Есть еще одна полочка. Можешь стакан поставить, какие-то орешки тянуть. Можешь открыть себе чуть-чуть форточку. А тут закрепить все. Едешь, литерочек поступает. Кстати, по-моему, в современных минивэнах вообще сейчас убрали то, что можно собачник открывать. Вот, смотрите, если у вас едет 6 человек, 5 человек, подлокотничек откинули, едем. Вообще ничем не хуже, чем едем на втором ряду сидений. Кожаный, большой. Не как в Outlander, который там вот так вот со всех сторон шкивает. Можешь упасть полностью в багажник. Прям вообще, можно даже поспать где-то. Высота. Высота, смотрите. То есть он снаружи кажется пониже, чем Альфард. Но вообще в салоне с моим ростом даже 180. Подлокотничек из кожи. Здесь тряпка велюровая. Все качественно, все прошито вообще. Очень все качественно. Ремни. Можешь пристегнуться. Езда на Honda Elysion не отличается от тяжелых минивенов большого класса, как Альфарды, Валфаеры. Вот тяжелый руль. Все-таки передний привод и, ну, не знаю, такая настройка. Тут, наверное, электрическая рейка уже. В общем, как-то тяжеловато после заднего привода крутить руль. Сразу же чувствуется комфорт, потому что здесь многорычажка, везде не балка сзади. В общем, автомобиль очень комфортный. Шумоизоляция. Я слышу мотор, как работает. Все-таки мотор 2,4. Четыре цилиндра. И вот где-то поддаешь ему, особенно, когда тебе надо ускориться, ты его слышишь. Но в целом шумоизоляция хорошая. Даже, я вам скажу так, лучше, чем в Крауне. Я сам был поражен, почему в Крауне шумка такая, что я слышу, что происходит под колесами. Я до сих пор не понимаю. Нужно заморачиваться еще дошумливать машину. Здесь она получше. Автомобиль. Высокая посадка. Ты видишь, что происходит. Далековато все ямы под вашим контролем. Практически, как будто сидишь в Прадо высоко. Немного сразу уже непривычная работа автомата. После вариатора, после всяких планетарок, редукторов садишься сюда, и просто автомат уже как-то оу, непривычно. Там что-то переключается. Какая-то там движуха идет в коробке. В общем, конечно, автоматы уходят в прошлое. Но кто-то прям вот принципиально хочу автомат. Ну ладно, окей. За рулем этого авто водитель, так же, как и все остальные пассажиры, будут себя чувствовать в очень комфортном автомобиле, который внутри внушает спокойствие. Хонда Элизи, он бывает двух типов. Есть с узкой фарой, а есть с широкой фарой. У нас с широкой фарой. Эта версия более богаче считается. Они начинаются... Нет, давайте начну с узкой фары. Узкая фара начинается примерно от 1.058-1.09 год. С широкой фарой самый старт цен 1.100.000. Но это варианты где-то 150.000 пробег. Тоже 2008-2009 год. Наш вариант 2009 года, 2.4 мотор, передний привод. У нас пробег 86.000. И этот автомобиль, итоговая цена в России 1.280.000. За 2009 год, вы скажете, дорого. Еще и как бы дизайн, вроде и модель как-то устаревшая, непопулярная. Вы знаете, что я увидел в этой машине? Я даже в Альфардах такого не видел. Ни в 10-х кузовах, ни в 20-х кузовах. То есть она вообще другая. Качество отделки здесь выше. Мне понравилось больше, чем в Альфарде и в Альфайре. Можно ли назвать клиента, который заказал этот автомобиль, то, что он ошибся, он купил какой-то непопулярный автомобиль или, ну, как-то он пошел не тем путем, как идут все другие люди, которые покупают минивэна. Нет, я вообще ни разу не скажу, что он ошибся. Он купил очень крутой минивэн. Здесь есть чему позавидовать. Владельцы Voxy, Nohav, даже гибридных, которые там 15-го года, да, они обзавидуются салону. Voxy никогда не будет обладать такими фишками. Хотя машина 2009 года. Очень интересные варианты. За такие же деньги можно было купить Delico D5, можно чуть-чуть добавить, купить вроде бы Альфарда в 20-м кузове. Можно купить себе Voxy, хорошую гибридную. Можно купить себе Steff Wagon Spada на полторачечном турбовом моторе. Но клиент выбрал Elysion. И он не ошибся. Друзья, ну в общем, какой вывод по этому автомобилю? Дизайн чуть-чуть устарел, но мне нравится агрессия. Если представьте, этот автомобиль привезти в черном цвете. Затонировать всю заднюю часть пятеркой, прям глухой. Не будет никакой светлой детали подтонировать вот эту вот желтую полосу поворотника. Вообще будет просто секс. Просто секс. А если еще и вырезать хром сейчас, в детейлинг-центрах убирают хромовые детали, их закрашивают. В общем, делают очень стильно. И автомобиль можно сделать вообще полностью без хрома черный. Вообще будет бомба. Но этот авто будет выделяться среди минивэнов. Вы приезжаете на какие-то семейные сходки. Все приезжают на каких-то там Одиссеях. Приезжают на Ипсумах там и прочее. И тут появляетесь вы. Вот на таком красавчике. Но кто вообще? Кто батя будет в этой тусовке? Конечно, вы. В общем, смотрите. Дизайн подустарел. Салон бомба. Да, где-то чего-то не хватает. Но здесь есть даже блютуз. Да, вроде бы желтая вот эта панель на любителя. Но как все сделано качественно? Конечно, поучиться стоит многим производителям минивэнов. И главное, чтобы японцы не теряли вот этого вот вкуса и понимания, что же нужно пользователям. Технически машина, мотор не старый, беспроблемный. На автомате пятиступом. Кто боится вариаторов, милости просим. Автоматы везде. Вообще нету вариатора в этой модели. В общем, машина интересная. Бюджет вроде бы дороговат. Но если разобраться, нормальный бюджет. В общем, интересный, актуальный автомобиль. Япония, как всегда, поражает какими-то интересными моделями, какими-то фишками. И вообще, если вам чушь Телезион как-то, может быть, вы его посчитаете старым, не хватит пальцев рук, чтобы перечислить минивэны, которые можно сейчас привезти. Ссылки будут внизу, поэтому проходите, выбирайте себе минивэн. Друзья, в общем, напишите комментарий, актуальна ли машина, не ошибся ли человек, купив этот автомобиль за такие деньги. Ну и вообще, будет интересно почитать, на каких минивэнах катаетесь вы, катаются ваши друзья, какой бы вы хотели купить себе минивэн. Друзья, поставьте лайк, подпишитесь. Минивэнов у нас еще будет целая гора выше крыши. Пока! Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.